МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр! Добрый день! Приветствую вас! Ну, стало быть, мы беседуем о долгожданной для ваших фанатов пластинке. Пластинке номер два вашего сольного проекта. Ну, долгожданной не только для фанатов, но и для меня. Мы, на самом деле, очень долго работали над этой пластинкой. Для всего прогрессивного человечества? Для всего прогрессивного, да, скажем так, да, да, да. Для всех заинтересованных лиц. Дело в том, что мы, на самом деле, долго работали над этой пластинкой. Неприлично долго для молодой группы, а группа Радио Чачи молодой коллектив. Ему там возник в 2010 году, ему всего два года. Ну, коллектив молодой, но он из ветеранов ведь состоит? Ну, да, да, в каком-то смысле. В каком-то смысле, да. Но, тем не менее, он молодой. И, соответственно, как молодой коллектив, он несет все время сложности, которые происходят. А что должен делать молодой коллектив? Он должен постоянно выпускать новые пластинки, снимать видео, быть активным, продвигать себя всеми возможными способами. Не, ну в продвижении это все в порядке. Большими медиа, маленькими. Вы-то себя продвигаете. Вот. И как раз это то, чем не хочется заниматься. И вот именно вся вот эта медийная шумиха и... Медийная шумиха вокруг выхода второй пластинки. Да, да, да. Бесконечный этот шум, от которого тошнит уже, да, терпеть невозможно. Именно все это, собственно, и отвлекает от работы над пластинкой. Почему она долго и записывалась? Потому что постоянно мы как-то отвлекались на какие-то проекты. Я в том числе отвлекался... Музыкальные проекты? И музыкальные, и околомузыкальные. А что такое околомузыкальные проекты в контексте нашего разговора? Что это такое? У меня вот была программа такая, интернет-проект на радио. Я вел программу авторскую под названием «Радио Чача» на радио. Какое радио? Это интернет-радио. Radio.ru. Заходите, вы можете там, на самом деле, посмотреть архив моих передач, которые я делал. На самом деле, то, на что интересно пришлось отвлечься, это был, соответственно, очень важный опыт в моей жизни работы над спектаклем «Анархия». Театр Современник Московский поставил этот спектакль «Гарик Иванович Сукачев» и пригласил меня в этот спектакль в качестве консультанта, ну и музыки кое-какой пописать. Там был очень довольно интересный опыт общения с такими людьми, как Михаил Ефремов, Дмитрий Певцов, Василий Мищенко, Мария Селянская. Актеры, академические актеры, то есть, ну, это интересный был опыт. Они ставили спектакль про вымышленную панк-группу. Так, а про образ какой был? Про образ там нет, ну, можно взять любой, там, Sex Pistols, Clash, группы... Это западная, западная группа с коммерческой направленностью. Да, 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 это вообще британский, британский дядя написал сценарий, Пеккер, его фамилия, в его прочтении. А сейчас мы говорим об образцах, которые бесконечно далеки, на самом деле, от того, что, ну, как бы, делаете или нет? Нет, вы знаете, на самом деле нет. Дело в том, что там рассказывается о вымышленной группе, которая удачно стартовала в 70-х годах. А на Ив удачно стартовала? Ну, мы, во-первых, не в 70-х, а в конце 80-х. Да, я понимаю, стартовал удачно. Ну, стартовал удачно, да, потом было непросто, но старт был неплохой. У нас вышла пластинка в Америке, на тот случай это было информационным поводом. Об этом говорили. У вас вышла пластинка в Америке? Первая пластинка, наша первая пластинка вышла в Америке. В каком году? В 92-м году. Я насколько понимаю, вы ведь сейчас прям прилетели из Америки. Да, да, я только что вернулся. За кого вы голосовали, кстати? Я не голосую, я не гражданин. Хорошо, у вас супруга гражданин? Гражданка, да. Гражданка? Да. Гражданка за кого голосовала? Я полагаю... Если это не секрет семьи. Это не секрет, я полагаю, что она голосовала за Обаму, она, в общем, придерживается, ну, она симпатизирует демократам. То есть, вот, выбирая из двух зол, она выбирает меньшее в лице демократической партии. То есть, это ваше предположение, вы не обсуждаете, да, в семье вот эти вещи? Ну, вы знаете, не всегда, не всегда. То есть, вот это некие такие вещи, которые, например, меня напрямую не касаются, да. Ну, я же не могу голосовать за Ромни или за Обаму. И этот вопрос не мой, ну, и как бы, ну, пускай она сама определяется с этим. Мне тут ей посоветовать нечего. Я могу по нашей политике, вот если она когда-нибудь, моя супруга захочет... Нет, я пока вот от Америки до этого не буду уходить, потому что меня смущает, что в энциклопедии, в сетевой, там все время как-то светофорит вот эта строчка с вашим местом рождения. То вы в Нью-Йорке родились, то как бы совсем наоборот, в другом полушарии. Вы на самом деле родились в Нью-Йорке? Я родился в Нью-Йорке, так получилось, мои родители работали. Номенклатура, да? Были дипломаты, чекисты, торговцы? Работали, да, работали в Америке в это время, в посольстве. Кем? А, в посольстве. Да, и поэтому, то есть, так получилось, что я родился там. А у вас с вашей американской супругой есть дети? Да, да. И они американцы тоже, соответственно, да? У них двойное гражданство. Понятно. Ну, расскажите про детей. Ну, что дети, да. Дети – наше будущее, знаете. Это безусловно, да. Это, как бы, такая непреложная банальная истина, которая немножко уже надоела, но, тем не менее, это факт. И в этом смысле, что они сказали… Сколько у вас? Двое? Нет, у меня дочка. А, тут только дочка, да? У меня дочь. Музыку уже слушает? Ну, она музыку слушать начала сразу, если честно, так получилось, что как-то так… Не, ну, если по Марку Болоду, то просто из утру, в утробе матери уже начинает слушать. Поэтому… Жена, кстати, ходила на восьмом с половиной месяце на концерт Sex Pistols в Москве. Это было довольно сложно организовать, у нее огромный живот, лужники, толпа народу, духота, жара, августок, по-моему, был. Но это было, короче, все… Я думал, что, скорее всего, она родит вот на концерте, но нет. Ну, это было очень символично, кстати, для… А, нет, это в июне, значит, было. Для дочери рок-музыканта. Да, ну, вот, как бы, да, начала она ее слушать довольно рано, и эту музыку… Сколько ей сейчас? 64 года, ее зовут Аврора Александровна. Аврора, она не в честь биджея Авроры, названа? Нет, она названа… И имя-то не самое обычное. Она получила такое имя, потому что мы познакомились на корабле, который назывался Аврора. Ну, не вот не на легендарном том, революционном, а такой по Москве плавал. Был такой момент, вот. Мы познакомились на этом корабле, поэтому… Это было не 7 ноября, а не в годовом революции? Нет, нет, это никак не связано. Нет, с революцией это не связано. Ну, по крайней мере, напрямую. Я еще понимаю, что американский турист или вообще американка делал на Авроре. Что на Авроре делал? Нет, нет, я говорю, это не тот легендарный корабль на Авроре. Не тот, который в Питере, не тот. Это по Москве плавал небольшой, он тоже назывался Аврора. А, я пропустил самое главное. Да, да, да. Все, понятно. Тогда понятно. Только все равно непонятно, что вы там делали при этом корабле. А там был концерт, в это время группа «Ленинград» выступала в Москве, и она была запрещена. Но они выступали на разных корпоративах. Там, по-моему, как раз небезызвестный вам, да и всем, наверное, нашим зрителям, Чичваркин отмечал какое-то мероприятие. И там вот была как раз группа «Ленинград». А, то есть это корпоративство, на которое он выписал группу «Ленинград» выступать. И там вот мы познакомились. Я пришел, потому что я не мог попасть на концерты «Ленинграда», они были запрещены в Москве. И мне было интересно, а о них в это время очень много говорили. А «Наив» когда-нибудь, где-нибудь запрещали? Да, он запрещен в Белоруссии. Группа «Наив» запрещена в Белоруссии. Вот там, знаете, ходили вот эти человек. Ну, там и «Ляпец Трубецкой» запрещен. Нет, ну «Ляпец Трубецкой», я понимаю, они вообще местные, они как бы местные. Да, и то есть, ну, там, Сережа Михайлов… Ну, а вам-то въезд не запрещен, допустим, в Белоруссию? Вы знаете, со мной ходили люди и обсуждали, типа, может ли группа «Радио Чача» играть? Мне казалось, что может. Ну, «Наив» запрещен, но «Радио Чача» ничего не написано. Но когда организаторы начали уточнять, прорабатывать вопросы, они поняли, что, ну, все-таки нежелательно. А с кем этот вопрос прорабатывают? С КГБ белорусским или с организаторами? Я даже не знаю, я даже думаю, знаете, это прорабатывает… Ну, там есть какой-то реестр, как будто раньше было? Я думаю, скорее всего, это так происходит. Это прорабатывается в голове у человека, который отвечает на этот вопрос. Он сидит и думает «Так, а вот Чача, надо вести?» Нет, наверное, не надо. Скажу, что проработал. Ну, он же действительно проработал, он продумал это, подумал как следует, понял там… Понятно. Ну, ясно, человек не хочет, чтобы потом закрыли его клуб. Это же список, он не подтвержден официально никогда. Ну, как, собственно, и в Советском Союзе бывало. Да, он же как бы, то есть существует, ни за чей… Я помню, как это было, да. Ни за чей, ни за подписью, ни за чей… Кстати, насчет клубов сразу, от белорусских клубов, московских. В каком-нибудь из московских клубов будет представлена пластинка? Будет презентация? Ну, на самом деле, кстати, 9-го числа, вот буквально на днях, мы играем концерт в поддержку. Это поздний какой-то концерт? Совсем ночной или вечерний? Нет, мы играем в клубе «Милк» 11… Ой, господи, прошу прощения, 9-го ноября в 8 часов. Милости просим, у всех, у кого будет время, настроение, заходите. И там будет полностью вот программа состоять из вашего нового альбома? В том числе мы сыграем, ну, также мы сыграем и новые какие-то песни, и старые, я думаю, что… Сколько билета будет стоить, я перебиваю вас. Я, честно говоря, не следил за этим вопросом. Там что-то у меня… Я нашел пугающую цифру от 800 рублей. От 800 рублей. Нормально по нынешним временам? Уже нормально? Да, конечно. Я помню, мы выступали за 50 рублей. И 30 рублей, помню, было. Вы выступали за 4,20? Ну да, да, 3,60. Ну да, нет, все это было, конечно. Я имею в виду, что да, ну вот такая вот… Слышал я такую цифру. Да, Александр, чуть-чуть вот о пластинке расскажите. Пластинка – вторая работа наша, да. Как называется? Она называется «Панк-рок из «Not a crime» в скобочках «Комические куплеты». Значит, панк-рок не преступление, а почему по-английски? Потому что жена американка или потому что есть тексты на английском языке? Нет, потому что такая футболка есть. Я такую футболку сначала придумал, два года назад. А что значит, вы придумали футболку? То есть вот приз в этом придумали и сделали? Придумал лозунг, да. Сделал дизайн, опубликовал. Это сейчас вот такое, мы уже к продукт-плейсменту приближаемся. Да, ну а что? Надо было прийти просто в эту футболку. Ну, ужин было, но, вы знаете, я просто не успел ее погладить. Ага. Она одна, в одном экземпляре существует. А как же вы до 9-го числа не успеете тираж-то футболок отпечатать, чтобы продавать? Или вы не занимаетесь коммерцией? Вы же коммерческий человек, в принципе, по своей организации. Я нет, я не столько, знаете, коммерческий, я сколько вынужден. То есть я современный художник, который вынужден действовать в экстремальных условиях. То есть, поэтому, конечно, мне приходится касаться бухгалтерии. Ну, если бы я... Ну, вы же были брокером, там, трейдером. Да-да-да, я поэтому и вспомнил бухгалтерию, да. Я говорю, но я всегда считал, что если у тебя только есть возможность этим не заниматься, под руками вот эти вот это вот снять себя, это я всегда делал, и это сложно. Сейчас, вот сейчас, в 12-м году, в грядущем 13-м, 14-м, 15-м, можно будет зарабатывать панк-роком? Так, чтобы хватало на майке? И билеты трансатлантические? Я думаю, что, наверное, да, потому что... Потому что? Потому что спокойнее жизнь-то не становится, и панк-рок, он как раз и является музыкой вот этого беспокойства. Ну, а в спокойные времена шоу-бизнес-то вообще не цветет, а панк-рок, это все-таки составная часть шоу-бизнеса, мы никуда от этого не денемся. Ну, а лучше своеобразного, понимаете, шоу-бизнеса. Это совсем не для всех, это, то есть, скорее всего, для определенной возрастной группы. Это совершенно определенного типа люди, да, определенным образом воспринимающие. Какая группа? Это такие бунтующие тинейджеры? Это да, это, наверное, начинается от такого подросткового протеста, там, 12-13 лет даже, да? У вас такая мальчиковая аудитория в основном? Какая аудитория? Мальчики, ну, то есть подростки, да. В основном, да, в основном их подростки. То есть, я, кстати, вот недавно, знаете, у меня есть группа ВКонтакте, она дает хорошую, тебе самому понять, кто твой, на самом деле, потребитель. Это группа, которую вы сами выдариваете? Да, 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 именно так. Там она достаточно репрезентативна, там, 17, по-моему, тысяч человек. И вот можно посмотреть, там, какой возраст. То есть, как ни странно, возраст в основном, то есть, в основном уже после 25 людей. То есть, вот подростков там не очень много. То есть, я сейчас перешел в такую, видимо, ну, за эти 20 лет, что занимаюсь, продолжая, как бы, себя-то считать человеком молодым. И мне кажется, что я пишу для молодых людей, а слушают меня почему-то, то есть, уже люди после 25, а даже, там, довольно большая группа после 40. Ну, тогда у вас и в Фейсбуке должен быть, как бы, аккаунт. В Фейсбуке аккаунт непопулярен. Непопулярен, да? То есть, другая аудитория? Да, ВКонтакте, да. Нет, у меня есть аккаунт в Фейсбуке, но он, там, сотни людей, может быть, там, тысяча. А ВКонтакте, вот, 17 тысяч, и он продолжает постоянно расти. Это интересно, да. Это говорит о многом. Да, да, да. Ну, это как о многом говорит, понимаете? У Наива был... Я не помню. А, не было никакого ВКонтакте тогда, да? Сравнить нельзя. Интересно. Так, ну, про пластинку. Расскажите, чем эта пластинка будет лучше, чем предыдущая? Ну, во-первых, она лучше, потому что она новая, да? Все новое всегда лучше, да? То есть, в современном мире... Ну, для автора, очевидно. Нет, нет, нет. Это вообще, как бы, в современном мире он построен таким образом. Посмотрите на рекламу. Всегда же что-то новое, да? Это неинтересно старое. Старые, слушайте... Led Zeppelin старые слушают, пускай хип-арей старые. Нам нужно новое, модное что-то. Поэтому в этом смысле пластинка новая, и она уже сразу этим лучше, да? Там есть новые песни, они по-новому записаны. Я считаю, что, в принципе, она удалась, потому что я специально сравнил первую свою пластинку и вторую. Вот вчера буквально послушал их просто одну за другой. И понял, что мы выросли и в техническом исполнении, и звукорежиссер, который с нами работал, тоже подрос, и студия, в которой мы записывали, тоже стала лучше оборудована. И вообще мы опыта, видимо, какого-то набрались совместного за это время. Поэтому эта пластинка гораздо более лучшее, чем то, что мы делали. Более лучшее. Более лучшее, да. Более лучшее, чем то, что мы делали. Мне доводилось недавно буквально беседовать с вашим подельником, отчасти по ряду проектов, Александром Эвскляром. И он верит в то, что у русского рока, он считает, что такое словосочетание имеет право на существование, есть будущее, что появятся какие-то молодые, которые... Та самая молодая шпана, что сметет вас с лица земли. Что вы считаете? Ну, вы знаете, дай бы бог. Саше сегодня, кстати, буквально говорили по телефону. Я очень глубоко его уважаю. Это один из моих любимых русско-роковых исполнителей вообще. Саша Скляр, я имею в виду. Да, да, я понял, да. И, ну, это как-то он, видимо, просто в хорошем... Погорячился? Нет, в хорошем настроении пребывает и оптимистичен. Я бы тоже очень хотел, чтобы так оно было, но боюсь, что... Что нету будет. Перспективно. Что панк-рок мертв, а чаще еще нет. Так мы поставим вопрос? Ну, что вообще мы все заложники вот этой изменившейся ситуации. Изменившейся ситуации в шоу-бизнесе. Глобальное потепление. О чем мы сейчас говорим? Вы знаете, я вообще как бы рассматриваю в некотором смысле то, чем я занимаюсь, что переживает стадию коллапса просто, да. То есть традиционные схемы, которые были очень раньше понятны, да. То есть, ну что, то есть, исполнитель, сочиняешь песни, поешь их, собираешь какую-то фэн-базу, да, которая начинает со временем требовать от радиостанций, от телеканалов, ну, какой-то шум, да, поднимать. То есть, есть какой-то спрос, ты интересен, кто-то начинает тебя там ставить в эфир. Или начинает. Но если начинает, то начинается цепная реакция. Кто-то начинает реагировать, а, ну, раз эти ставят в эфир, давайте мы их тоже покажем, давайте интервью с ним сделаем. И вот как все это таким образом существовало. Вот мы делаем сами интервью. Да, нет, ну, мы делаем интервью, но просто теперь это все как бы понимать. Нет ни одного музыкального канала, например, который бы крутил просто клипы, например, да. MTV показывает сериалы или какие-то интересные развлекательные программы про собачек. Ну, то есть, ну, собственно, музыкального канала на сегодняшний момент ни одного даже нету в федеральной сетке вещания. Ну, который бы занимался только музыкой и показывал бы. Это значит, просто нет спроса. Абсолютно, именно так. Потому что появляются нишевые каналы каждый день. Конечно. А во всем. Именно именно. А в кварцевых часах канал есть, у настенных. Если нет ни одного музыкального канала, значит... Значит, нету спроса, да. И именно так. Или очень много музыки по всем остальным каналам. Вообще, то есть, слишком много людей теперь может заниматься музыкой. Это процесс демократизировался. Ну, купил компьютер, и, пожалуйста, пишите, и ты уже можешь... Ну, ты можешь, допустим, записать барабаны на хорошей студии, да. Все остальное ты можешь по большому счету варить дома. Что делает, собственно, молодежь и делает, как бы. Поэтому поток создаваемого, ну, не знаю, я не знаю, как сказать... Материала. Материала, да. Он настолько велик, что потребителю совершенно невозможно в нем ориентироваться. Тем более, все, одним словом, смещается в сторону интернета, что неплохо, потому что довольно демократично. Да, но дистрибуция, когда МП-3 скачивается, когда, в общем, не продаются носители... Да, носители не продаются больше. Ну, вас-то это особо парить не должно, потому что вы же, наверное, все-таки деньги всегда делали на выступлениях, на концертных. Нет, ну, любая группа зарабатывает в России. В первую очередь, концертными выступлениями. Не так всегда было, потому что были, в конце концов, не было интернета, были пираты, которые тебя опиратили, и ты не зарабатывал на... Но, тем не менее, раньше-то, по крайней мере, точно продажа пластинки окупала запись от той историцей. Даже мы, на самом деле, не самая успешная, там, в коммерческом смысле, группа. Нет, ну, в своей нише-то вы были самыми успешными. Вот в этом направлении панк-рока, ну, если мы про наивы говорим, вы были, в общем-то, номер один. Ну, тем не менее, я хочу сказать, что мы точно не самые коммерчески продаваемые, вообще, там, если сравнивать, ну, по-большому, да, счету. И, тем не менее, это точно работало в нашем случае, да, то есть мы могли уж точно не беспокоиться о том, что запись, ну, где записываться, да куда захочешь, туда мы и пойдем. Все, мы это запишем, потому что мы продадим потом пластинку, она будет продаваться за недорого, и в городах, и в весях люди понемножку заплатят за нее, и это окупит наши расходы. Теперь это не так, то есть теперь получается, что производство пластинки, оно включено в концертный твой сценник, то есть ты должен, прося гонорар у заведения, в котором ты играешь, ты должен еще думать о том, что они должны тебе что-то прислать. То есть опять все бременем, непосильным ложится на региональных промоутеров и людей, которые устраивают концерты. А вы гастролируете в России, в принципе, да? А это, в конечном итоге ложится на потребителей, да, то есть. Вы гастролируетесь? Да, конечно. У нас 20 минут прошло, то есть у нас осталось 4 минуты, поэтому если что-то есть важное, о чем мы должны поговорить, давайте мы поговорим прямо сейчас. Ну давайте, вот во-первых, все-таки я хочу сказать, что 9 ноября в клубе Милк в 20.00 радиочаща презентует пластинку. Придет масса народа, я уверен, после нашего эфира. Скажите, дальше что? Вот вы выпустили, сколько вы, два года работали? Ну получается, что да, да. Значит, следующая работа будет когда? Что ждать вот подгонникам? Вы знаете, я боюсь, что уже следующей работы может быть и не быть. То есть я имею в виду, что вот эта форма, которая существовала, я сам такими категориями думаю. Пластинка, да, то есть это собрание какой-то песен определенной, да, оформленной определенным образом, объединенной, ну не знаю, мне хотелось бы верить, объединенной какой-то общей идеей, общими смыслами. Вот в такой форме, наверное, музыка больше не будет существовать. Я говорил с Биллом Гулдом из группы Faith No More, который достаточно хорошо разбирается и в музыке, и в шоу-бизнесе. Вот буквально этот разговор состоялся неделю назад. Он сказал, что даже если Faith No More будет выпускать новые пластинки, вряд ли мы их будем выпускать, эти новые пластинки. Мы будем выпускать синглы. То есть ты записываешь песню, снимаешь на нее видео. Но это в общем не обозначает, если пользоваться вашей терминологой коллапс индустрии. Это просто переформатирование какое-то, и все потому что вместо пластинки в два года можно раз в месяц выпускать сингл. Это как, знаете, это как если бы сейчас было понятно, что нельзя писать романы, а можно только короткие рассказы. Вот только короткие рассказы можно выпускать, как-то продавать, как-то это людям интересно, большие работы идут отдыхать. Типа роман никому не нужен. Вот поставьте писателя в такое положение, послушайте, что он вам скажет. Музыканты поставлены в такое положение. Не нужно, то есть ты должен просто быстро реагировать, эмоционально. Нет, но если мы говорим о текстовой составляющей, я считаю, что вы достаточно конъюнктурны. То есть вы быстро реагируете, у вас вот эта вот социалка, которая востребована в определенной среде, которая позиционирует себя как небыдло. У вас как бы это есть. Вы, по-моему, достаточно откликаетесь на все эти вот движухи оперативно. Это же просто естественная реакция тоже. Никакого искусства-то нет. Для вашего жанра, может быть, да. Но, допустим, попса или там какой-нибудь так, софт-рок, нет, они живут как бы в параллельном пространстве. Ну да, они эти вопросы, их не беспокоят. Ну, понятно, да. Нет, тут, понимаете, все-таки коллапс имеет место быть. Потому что вообще, из-за того, что музыка стала слишком дешевая, или вообще ничего не стоит. Дешевая в производстве или в потреблении? И в производстве, и потребитель легко ее может получить, скачает бесплатно. Как подросток делает? Он скачивает 100 песен, слушает быстро их. У него времени нет, ему надо еще, на самом деле, успеть в Ютубе посмотреть видео какие-то. Его друзья выложили. У него там полно всяких дел, которые ему надо отвлечься. Ему надо быстро. Вот, то есть, он быстро прослушивает. От начала чуть-чуть припев начался. А, не, не нравится. Удаляю. Не соглашусь. Если ему нравится песня, он ее прослушает. Он просто поставит ее на повтор и прослушает ее 50 и 100 раз. Поэтому здесь главное понравиться. Собственно, как и в любой другой отрасли. Поэтому я что могу пожелать вам? Чтобы ваш новый альбом понравился вашей аудитории, не только вашей аудитории. Чтобы концерт ваш 9-го числа прошел на ура. И чтобы вы как-то стряхнули вот это вот все, все вот эту вот шнягу там про коллапс, про это. Потому что очень много в жизни вот этого негативного хочется немножко позитива. Поэтому давайте мы с вами попрощаемся. Спасибо вам. И будем рассчитывать на то, что все у нас будет хорошо. И у нас, и у вас. То есть, наоборот, у вас и у нас. Да, хорошо. Спасибо. А мы придем обязательно. Заходите сюда на концерт. Я думаю, будет весело.